Здравствуйте! Меня зовут Ферреште, я из Ирана и изучаю русский язык уже 4 года в Мештадском университете имени Ферреса. Недавно, когда я читала одну книгу, встретила очень интересное слово сочетание. Это мертвые души. Скажите, пожалуйста, что это значит? Спасибо за вашу ответственность. Здравствуйте, уважаемые зрители! Бессмертное произведение Николая Васильевича Гоголя «Похождение Чичикова или мертвые души» обогатило русский язык множеством крылатых имен и фраз. В предыдущих выпусках нашей программы мы с вами уже говорили о Плюшкине и о Маниловщине. Еще одна порожденная Гоголем языковая единица – выражение «мертвые души». Напомню, что в центре гоголевского повествования находится афера главного героя, Чичикова, с куплей и продажей мертвых душ, то есть крепостных крестьян, которые уже умерли, но по документам еще числятся живыми. Чичиков пытается за бесценок скупить такие души у помещиков, а затем заложить по цене живых и выручить крупную сумму, то есть, говоря современным языком, совершить мошенничество в сфере кредитования. Фразеологизм «мертвые души» в современном русском языке обозначает людей, фиктивно числящихся в какой-либо организации, но фактически не принимающих участия в ее деятельности. Наличие мертвых душ – результат халатности, либо, чаще, мошеннической схемы. Приведем примеры из СМИ и социальных сетей. «Мертвые души» пять лет не появлялись на рабочих местах, но регулярно получали, кроме зарплаты, еще и солидные премии. В Ленинградской области заведующий детсадом за «мертвую душу» на позиции инструктора физкультуры дали четыре года условно. В списках абитуриентов-бюджетников обнаружились «мертвые души». Русский язык – великий, могучий и способный придумать красивые названия для любой человеческой хитрости. Великой реке Русский язык – великий, могучий и заливаются very oldы. Русский язык – великий, могучий и設 retaining в день отрivotов крас quarterرك Situa ChrysOT Донalities Быта onst ہیں св